Еще три бюджетных учреждения Сыктывкара реализовали энергосервисные контракты. А в целом по республике более ста организаций обновили системы освещения и отопления за счет инвесторов. Платежи за коммуналку тем временем стали ниже. Об эффективной экономии Дарья Волокжанина. Сыктывкарский детский сад номер 8 сэкономит на отоплении и освещении несколько сотен тысяч рублей в год. Стало это возможным благодаря энергосервисному контракту. Старую систему отопления, которой порядка 40 лет, модернизировали, установив автоматизированный индивидуальный тепловой пункт. Благодаря ему можно в любое время дистанционно отрегулировать температурный режим в учреждении и сэкономить совсем не лишние деньги. А еще здесь появились энергосберегающие лампы – 411 штук. Тоже в рамках контракта. Уже за полгода, как мы уже завершили все работы по установке оборудования, за полгода экономия есть и по теплу, и по свету. Плюсы, конечно, от этого, что это все эстетично, безопасно. Мы выдерживаем нормы по освещенности. Гарантированная замена освещения в рамках энергосервисного контракта на период его действия тоже позволяет оперативно заменять выходившие из строя осветительные приборы. Экономят энергию и в 99-м детском саду. Здесь тоже установили автоматизированный индивидуальный тепловой пункт. Специальный датчик измеряет наружную температуру воздуха и регулирует уровень тепла в помещениях учреждения. Контроллер сам по себе регулирует подачу тепла в зависимости от температуры наружного воздуха. Соответственно, основные месяцы – это у нас начало отопительного периода, когда у нас еще жарко. А эффективная температура должна быть немного меньше. И конец теплительного периода – это самые пики экономии. А зимой, естественно, он просто, даже если идет какое-то резкое понижение, он это сразу же отрабатывает. И поэтому все равно это идет плюс. Школы тоже переходят в режим экономии. Такая же система, как и в детских садах, есть и в 35-й школе. Отработала бесперебойно она уже год. Инвестор отмечает – все комплектующие надежные. А запчасти можно достать в дружественной Беларуси. В планах региона – охватить всю бюджетную сферу мероприятиями, направленными на повышение энергоэффективности. Задача не только экономить бюджетные средства на оплату коммунальных ресурсов, но и задача обеспечить и нормы освещенности, если мы говорим об электроснабжении, и нормы подачи теплоснабжения, что крайне важно для всех бюджетных учреждений, особенно тех, которые связаны с постоянным пребыванием детей и пожилых граждан. Всего в КОМИ более сотни бюджетных организаций заключили энергосервисные контракты. Общая сумма инвестиций приближается к миллиарду рублей. Заключение таких договоров регулируется и контролируется специализированным учреждением КОМИ Республиканский центр энергосбережения. Плановый эффект от реализации этих мероприятий оценивается примерно 140 миллионов рублей в год. Вот эти реализованные проекты, в том числе в бюджетной сфере, это только часть комплексных мероприятий, реализуемых в рамках региональной программы энергосбережения, утвержденной правительством Республики КОМИ. Отбор учреждений для заключения энергосервисного контракта проходит на конкурсной основе. Все документы организациям Республики помогают подготовить КОМИ Республиканский центр энергосбережения. На каждый проект найдется свой инвестор.